Ну что ж, поехали, еще один раунд, британцы, спидфайеры, родные мои, любимые мои, вновь вот этот очень опасный парень, кстати, спейсвуф, надо его опасаться, да, с вот этим парнем постараюсь разобраться с самого начала. Так, ну я его довольно сильно уже пробил, правда, ему, по-моему, хоть бы хны, нет, ну не совсем хоть бы хны, конечно, это все-таки лавочка, но парень пытается убежать, это значит, что до поры, до времени мы его пробинали. Ну все, тут я уже не уйду от лобовой, прятаться бесполезно, я сбиваю, но мне сильно повреждает двигатель, парниша. Не знаю, наверное, есть смысл, смысл попитаться с кем-то в лоба, сходить, наверное, даже с отрывом закрылок до вот этого парня, наверное. Ох, как мне повезло-то без движка сейчас это сделать, ну, относительно, конечно, без движка, но вот он, а раньше еле тянет уже на самом деле. И кто в следующем? То, что нужно размениваться, это не придается сомнению просто с кем. Сейчас вот этим спидфайером опять не спешу с атакой. И вот еще раз. Сбиваю цель, никому не отдаюсь, это тоже, между прочим, очень важно. Остается у меня еще два самолета. Беру два спидфайера ЛФ-серии. Появляемся на поле боя, и так как у нас очень чистое небо, я мгновенно начинаю клинить. Кстати, не очень здравое решение от игрока Джаред Грилл. Мне кажется, П-38 в данном ивенте это далеко не уливший самолет. Так. Посмотрим, что по таблице. Конечно же, вот тот парень Лундуф, о котором я говорил в самом начале. По пяткам. По пятам уже за мной следует. Я думаю, что его следует лично мне зафокусить, чтобы он не смог у меня отобрать победу. Однако, кстати, еще поджимает 185-е. И он себя намного лучше будет чувствовать. Вот Лундуф уже врывается вперед. Там есть драки внизу. Еще одного сбивает Лундуф. Господи, какой жесткий этот парень. Какой жесткий этот парень, действительно. Так. Правда, его тоже сбивают. Ну и я вот сейчас попытаюсь мягко, мягко выйти. С этого пике. Правда, пятерых он уже себе настрелял. Провоцируем этого парня. Спреем Ляка. Этическая перегрузка, но нам это не очень страшно. Сразу же провоцируем Поляка. Для того, чтобы завязать маневренный бой и слить оставшуюся энергию. Здесь еще один. Фак, 185-ка. Но нет, но нет. Он подходит и мы можем фраги поделать. Есть еще один. И вот что самое важное сейчас, так это вовремя отойти. Потому что тут есть вот этот вот молодой человек. И он может запросто сказать мне, что я ему не нравлюсь. Но начинаю, начинаю по нему работать. Мне самое важное даже не остальных сбивать, а вот этого парня. Только я не понимаю, как я по нему сейчас не попадаю. Это вообще чудеса какие-то в решете. И оказываюсь я в центре этой беспорядочной свалки. Ну и сейчас он должен разбиться. Или не должен. Похоже, никому он ничего не должен. Однако. Что у меня есть из преимуществ? Так это моя маневренность. Я намного маневрнее, чем его. Маневрнее его версии спидфайра. Продолжаю его пытаться пробивать. Но центральная стойка шасси, конечно. Что же может быть еще, кроме центральной стойки шасси? Надо скорее пробрасывать вот этого парня. Сейчас будет, конечно же, летать. Исключительно в этом событии на спидах. Здесь уже еще присоединяются. Опять, опять вернулся этот ублюдок. Понимает тоже, что я опасен. Сразу начинает работать по мне. И уходит. Уходит, как последняя падла. Правда, отрывает мне руль направления. Здесь никого нету. Ну ничего, я попробую. Я попробую его догнать. Попадаю, естественно. Ох! Что-то мне кажется, что здесь явно не так. Ну, грамотно. Грамотно разводил у меня вот этот лунг-волф. Есть мнение, что с тактикой ведения вот этих всех дуэлей у него все в порядке. Но у меня есть одно очень важное преимущество перед ним. Если он не успеет сделать еще один фраг, то у него последнее возрождение, которое я, безусловно, должен использовать. Надо главное долететь до него прежде, чем он долетит до вот этого спидфайра. Пульс... О! А, ну да. Телепорт. Конечно же. Он вышел из его зоны. Я думал, что встречу где-нибудь здесь. Но я вот не буду. Не буду на этом поляка. Идти. Моя задача убить вот этого парня. Опа-па-па-па! А вот теперь можно забайтить. А можно забайтить. Можно забайтить. Вот этого надо проходить. Вот этот молодой человек просидел, скажем так, в резервах весь этот бой. Сейчас по нервишкам начинаем ему долбить. И сбиваем. Кстати, погиб. Погиб Лоун Вулф. И я остаюсь, кстати, один на один с Грайасом. Твоекомплекта мне хватает. Главное остудиться. Кстати, у него есть еще одно возрождение. Поэтому мне ни в коем случае повреждений никаких получать нельзя. Уходим в восходящую спираль. Ох, как он меня мог здесь ловить. Как он меня здесь мог ловить? Это же вообще жесть. Теперь я немножко прибавляю газ. Теперь его опять выдаю. И критические повреждения. Сразу же уходим из-под атаки. И, по-моему, он потерял хвостовое управление. Если это действительно так, то, безусловно, это приятно. Да, сериал о всем. И это значит, что надо климбить. Это надо климбить. 25 градусов сразу же. Потому что этот парень сейчас еще раз появится. Но мы победили. Мы действительно уже победили. Вот этот парень. Вот этот парень. Настоящую гладиаторскую дуэль. Мы будем сейчас показывать. Правда, стрелять на первом срождении можно. Чьи нервы крепче. По заветам старой школы. Идем под него, чтобы набрать больше энергии. Не обращаем внимания на стрельбу. Ну, вот так. Немножечко только. И начинаем с ним крутиться. Сразу же пытаюсь на первом проходе выиграть по позиции. Прошиваю разок. И, скорее всего, второй. Тянем, 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 тянем. Ролем направления подрабатываем. И он потерял всю энергию. Еще подрабатываем. И сбиваем последнего парня. Джи-джи. Говорится, джи-джи. Ну что же, ребята. Вот они, вот они вот такие дуэли. Участвуйте. Это прикольно. До 18 числа, я так понимаю, что они будут длиться. И вот запомните вот этого парня. Он очень и очень жесткий. Всем спасибо. С вами был Матвейн Грикэт. И до скорого. Увидимся в небе.